Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас были интересны и актуальны. Сегодня я разберу Макееву и Дружинину. Дело в том, что произошла такая не очень красивая ситуация. Дружинина публично поставила на место Макееву одним только жестом. 28 сентября 2023 года в Москве состоялся долгожданный показ, продолжение легендарной саги о Гордомаринах. Режиссер Светлана Дружинина взяла на роль авантюристки Макееву. Макеева появилась на красной дорожке, и Анастасия решила попозировать перед фоторепортерами вместе с Дружининой, приобняв ее. Однако Светлана одним только жестом остановила ее и сказала «нет, нет, нет». Ну, давайте посмотрим, как же сейчас себя чувствует Макеева. Не скрою свое восхищение по поводу того, как Светлана Дружинина может быть принципиальной. По всей видимости, работать с ней приходилось как режиссеру с Макеевой не очень. Ну, давайте посмотрим. Первое. Почему же так все-таки Светлана Дружинина поступила с Макеевой? Она ее как-то так отстранила, да? Почему же она так с ней все-таки поступила, да? Причина, да? Почему дальше? Как вот эта вообще ситуация сейчас для Насти? Психо-эмоциональное состояние. И что же все-таки происходит у нее с Мальковым? Романом. Так. Почему она так сделала? Вот, понимаете, она отгородилась от нее. Проблема-то в чем? Она не хотела. Она ее не впустила в свою территорию. Она не хотела, чтобы та даже приближалась к ней. А основная причина. Ну, она видит, что, во-первых, у нее есть разочарование. И, в общем-то, я могу сказать, что это последний раз, когда она с ней работала как режиссер. Ну, также она видит, что Макеева Анастасия действительно очень тот человек, который все будет делать для того, чтобы, ну, можно так сказать, показать себя на публике. Нет, у нее прям, у нее прям идет у Светланы Дружининой отторжение от нее. Но она видит ее, она увидела ее, весь ее внутренний мир, не только как актрисы, как человека. Она ей глубоко неприятна. Так, ну, вы знаете, я могу сказать, что здесь психоэмоциональное состояние Анастасии, она как будто в каком-то ожидании находится. Она думает только о деньгах, только о материальном благополучии. Конечно, она понимает, что ее сейчас получат везде эту ситуацию. Она, конечно, очень расстроилась по восьмерке мечей, то, что она ничего сделать уже не может. То есть все, она не знает, как ей дальше быть, чтобы, возможно, как-то пробиться, получать дальше роли, получать дальше работу. У нее огромное стремление быть успешной женщиной. Ну, я так поняла, основной заработок сейчас, конечно же, несет она в семью. Есть у нее, вообще у нее какое-то странное настроение. Она подумывает о каком-то уходе, потому что я вижу, что она на себе все тащит, как вол. Так, а в чем проблема-то, в чем проблема? Проблема в гармонии. Нарушение идет в гармонии. Ну, того, возможно, привычного режима, в котором она жила и находилась. Вы знаете, я вижу здесь очень много интриг. Она как-то погрязла в каких-то все равно сплетнях. И не только связанная со Светланой Мальковой. Здесь, думаю, еще есть какие-то проблемы. Десятка семейная карта. У нее идет разочарование. Я так, как и предполагала. Они просто сейчас... Сейчас посмотрю, что в этой есть карте и вам расскажу. Иллюзии, обман. Ну, в общем, так. Им нужно на публике показывать, что они семья. Что они семья, что у них прекрасные, замечательные отношения. Это все на публику. На самом деле, в их внутри дома происходит... Я не могу сказать, что там прям какие-то конфликты. Но, однако, есть такой момент. У Анастасии есть разочарование. Я в этом глубоко убеждена. Что у нее есть разочарование от Романа Малькова. Почему? Ну, во-первых, что ты как-то уже и наскучила. Ну, потому что, возможно, она хочет какой-то обеспеченной, более другой жизни. А здесь иллюзии, здесь есть обман. Они играют на публику и показывают вот эти вот отношения. А на самом деле у нее присутствует боль. И уже она разочарована тем, что это все на показуху. А так-то и идет разрыв отношений. Все равно нет той гармонии. Тут идет какое-то выяснение также отношений. Так, мне нужно сейчас... Я хочу все собрать и посмотреть такой момент вообще. Как бы вот что. Я хочу задать вопрос, как Мальков-то, Роман, вообще относится на данный момент к Анастасии. Мне-то она понятна. Все, это показушничество. Нет там никакой любви. Это все на публику. Это показуха. Дабы всем показать. Вот смотрите, мы живем, мы прекрасно живем, мы вместе. Это иллюзия. Все на самом деле, это иллюзия. И основной доход идет в семью только от Макеевой. Ну, она устала, как сказать, быть тем сибирским тяжеловозом и тащить все на себе. Так, Мальков. Его отношения, мысли, чувства, что он ей показывает и что он от нее скрывает от Анастасии. И какие у него взаимоотношения с детьми. Со всеми детьми посмотрим. Ой, слушайте. У него вообще тоже какие-то такие мысли появились, есть разочарованность, есть путаница в мыслях. И есть уже такое состояние. Он иногда тонет в каких-то эмоциях. Потому что все ложь, все обман. В чувства у него? Да нет у него никаких чувств. Он вообще тот человек, который, вы знаете, показушник. Инфантильный очень. Слушайте, одни старшие арканы. А у них идет какая-то конфликтная все равно ситуация. Мало денег. Он зарабатывает мало денег. Рыцарь Пентакли. Мало денег. И он это понимает. И он, знаете, как сказать. Он понимает, что он не та курица, которая может принести золотые яйца. Что касается детей, старший аркан – смерть. Это говорит о том, что у него никаких отношений нет с детьми. По всей видимости, вот с этими детьми, которые остались со Светланой Мальковой, нет отношений никаких. А с сыном со старшим какие у них отношения? Андрей, насколько я помню. Старший аркан – колесо фортуны. Цикличность. Есть какие-то все равно конфликты. Он, ну, недоволен сыном, могу так сказать. Не все ему нравится в сыне. Так. Ну, хотя здесь сын, а тоже между ними какое-то вранье постоянно присутствует. Я вижу, знаете, так. Роман, здесь выпадает старший аркан – маг. Роман, кроме себя, никого не любит. И он постоянно зациклен только на себе. Только на своем благополучии. Он бы хотел, чтобы его сын стал самостоятельным, от него независящим. Чтобы он, как сказать, ну, ничего не может ему дать, я так поняла. И он хочет, чтобы тот работал, чтобы тот уже зарабатывал на себя деньги. Как-то крутился, как-то вертелся. И, в общем-то, ну, можно так сказать, побыстрее сбагрить его. Опять-таки, везде показуха. То есть, где-то пофотографироваться с Анастасией и с сыном, да. А что-то конкретное. Показуха для людей. По Восмерке Пентакли. Показуха для людей. Показать свою работу. То, что он с ребенком общается. То, что он на ребенка оказывает влияние положительное. То, что он хороший отец. Ну, это показуха все. Понимаете? И потом хочу сказать. Вот эти дети, которые далеко, они за границей находятся. Старший Аркан Звезда здесь выпадает. И вот это вот идет расстояние. Я не вижу, чтобы он вообще скучал по детям. Знаете, вот это все, опять-таки, связано с показухничеством. С неискренностью. От детей он отвык. Они ему, в принципе, и не нужны. Он такой, знаете, вот все равно я его вижу как альфонцем, приживальцем. Но он для меня вот строитель. Я не говорю, что каждая профессия хороша. Но, извините, она актриса. Она публичная женщина. Но она очень глупая. Потому что увезти мужчину из семьи, у которого четверо детей, но это может быть только, может вот такое совершить только бездарная женщина. Понимаете? Настолько бездарна, как женщина. Потому что, ну ты что себе, не нашла другого мужчину? Ты яркая, ты красивая. Тебя показывают по телевизору. Что других мужчин не было. Но это вот, это ее характеризует, понимаете? Ее характеризует и как человека, и как женщину, и как актрису. Да, может быть, она в некоторых ролях и талантлива. Но после всей этой истории на нее не хочется смотреть. Вот, ну не хочется на нее смотреть, как на актрису. Ведь так-то Макеева, она интересная. Ну, знаете, все, вот ее вот женская привлекательность, она стала холодной. Холодной, и на нее действительно смотришь, как на авантюристку, как на аферистку. Но не как на приятную, милую женщину. Если у вас к данному раскладу есть свои комментарии, свое мнение, напишите, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.